МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала СБС, время программы «Экономика дня». В студии для вас работает Хайл Мамедова. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о женщинах в бизнесе, азербайджанских женщинах в бизнесе. И компетентным гостем по теме дня выступает Татьяна Микаилова, управляющий партнер и основатель компании Red Communications. А также вы председатель клуба «100 деловых женщин Азербайджана». Да, там у вас бэкграунд очень большой. Правда, вы не просите и не говорите, что лучше не называть, сколько времени вы уже в бизнесе. Но это достаточно такой долгий период, 20 лет, да? Ну, 20 лет я в коммуникациях, в бизнесе я порядка... Чуть меньше, 10. Да, чуть меньше, 12+. Даже 12+. Татьяна Ханум, женщин в бизнесе в Азербайджане становится все больше. И совсем недавно, в январе, выступая заместитель министра экономики Азербайджана, заявила о том, что доля женщин в бизнесе увеличилась на 25%. Да, вот как вы считаете, с чем связано то, что женщин в бизнесе становится больше? Почему они идут в бизнес? Ну, наверное, женщина идет в бизнес для того, чтобы приобрести какую-то свою финансовую независимость, раз, для того, чтобы реализовать какие-то свои амбиции, профессиональные амбиции, для того, чтобы выразить себя и в некой степени, наверное, построить то, о чем она мечтала. Потому что, ну, не секрет, что бизнес для некоторых это некая картинка нарисованная, красивая, что женщины в бизнесе это классно, это очень хорошо, это абсолютное отсутствие ограничений по времени, но это не так. А вот какое чувство сегодня с женщинами двигает, которые идут в бизнес? Я думаю, на определенном этапе, когда ты накапливаешь некий свой опыт в корпорациях, некий свой опыт в организациях, ты понимаешь, что что-то ты можешь делать самостоятельно, ты понимаешь, что что-то ты можешь делать по-другому, и тогда ты хочешь переключиться. Но я бы хотела сразу лишить нас всех вот этой розовой картинки бизнеса о том, что это классно, вот переключиться, и тогда у меня не будет никаких проблем. Потому что это не так. Это обманчивое вообще впечатление о том, что бизнес это легче, чем корпорация, бизнес это легче, чем подчиняться кому-то или работать на кого-то. Это совсем не так. Учите женщин, учите женщин-предпринимателей, учите студенток, то есть проводите различные коучинг-занятия. С какими вопросами и с какими проблемами чаще всего к вам обращаются на ваших коуч-тренингах, так скажем, женщины-предприниматели, именно женщины, которые уже начали заниматься бизнесом? Во-первых, коучинг для меня это не учить кого-то чему-то. И я категорически не берусь за это, потому что я не педагог. То есть больше учитесь вы сами? Не то, чтобы я учусь сама, это коучинг для меня, это возможность поддержать кого-то. Это возможность оказаться в тот самый момент, когда человеку это нужно, с необходимым ему советом. Либо иногда это не совет. Нет, коучинг это тогда, когда ты помогаешь другому человеку понять, что у него происходит, самого творится в уме. То есть иногда это брейнсторм, иногда это фасилитация того мыслительного процесса, который проходит у человека. Потому что на коучинг-сессию в основном приходит не научиться чему-то. Мы не университет, я не университет, я не педагог, и не обладаю этими знаниями педагога. Но коучинг для меня это возможность вытащить весь тот мой опыт, я считаю бесценный, колоссальный, который есть, и предоставить его другим. Потому что имея знания, но не делясь ими, это практически нулевая база. То есть если ты не даешь другим воспользоваться своим опытом, наработанными какими-то моментами, это ничто. То есть ты не эксперт тогда. Поэтому когда приходят на сессии, они приходят именно за получением той самой экспертизы. Все те сессии, которые я делаю, они основаны на тех моментах, через которые я проходила. То есть это не теория. Книги мы все можем прочитать. Я очень люблю сегодняшнее время, потому что это интернет, это абсолютно нулевые границы по всему земному шару. То есть доступ к теоретическим знаниям, он везде есть. Доступ к практическим знаниям. Особенно в случае студенток мы делаем менторские сессии, те самые, куда мы приводим ролевые модели. То есть это возможность студентки молодой посмотреть на и поговорить с человеком, который уже добился какого-то успеха. Вот самая популярная поддержка у предпринимателей – это финансовая поддержка. То есть это задашь мужчинам-предпринимателям, женщинам-предпринимателям. Все равно первое, во что упирается становление бизнеса, начать бизнес – это финансовая поддержка. Насколько сегодня женщинам-предпринимателям в Азербайджане легко с этой точки зрения? То есть есть ли какие-то определенные курсы, программы? Или же вы хотели бы с каким-то предложением выступить? Я знаю, что сегодня даже женщинам-предпринимателям льготные кредиты начали представлять. Сразу вспомнилась фраза, говорит, не учите меня жить, лучше помогите материально. На самом деле, когда ты открываешь какой-то бизнес, тебе необходима какая-то финансовая база. Но я сразу хотела бы просто зайти вперед и предупредить о том, что до финансовой базы необходимо просчитать и проверить тот самый бизнес-план. Потому что очень много падений бизнеса происходит просто потому, что непросчитана, непродуманная модель, рассчитанная на то, что как-нибудь продержимся. Вот сейчас посмотрим, вот этого хватит, а дальше как-нибудь продержимся. То есть те самые пресловутые ROI, это возврат инвестиций, это точка выхода в ноль и так далее, они просто-напросто не просчитываются. В отношении того, насколько женщинам это сложно получить или не сложно, я думаю, что регионально это сложнее, чем в Баку, однозначно совершенно. Я думаю, что женщинам должны быть однозначно предоставлены льготные кредиты, просто потому что очень многие женщины, которые открывают свой небольшой бизнес, особенно микрофинансирование и микробизнесы, они женщины-одиночки. То есть это то, когда женщине необходима льготная схема. У нее нет второй половинки, которая может ее поддерживать. И, кстати, у нас есть организации по микрофинансированию, микрокредитованию, которые занимаются этим. Потом, насколько я знаю, у нас сейчас агентство по малому и среднему бизнесу, которое будет прорабатывать определенные схемы. Я уверена, что и Министерство налогов подключится к этому, потому что нам необходимы льготные схемы налогообложения женщин-предпринимателей совершенно однозначно, потому что по некому ряду факторов. Поэтому прорабатывать это не вопрос одного шага, это не вопрос одного решения, это вопрос того, чтобы мы четко шли в законодательной базе к тому, что женщине не просто легче было бы получать эти кредиты, но женщина бы брала на себя меньше рисков. Потому что исторически так сложилось, что мужчина рискован не вообще. То есть, когда мужчина идет в бизнес, он проговаривает вот эти вот факторы риска, он говорит, ну что случится в крайнем случае, потеряю денег. Когда женщина идет в бизнес, она боится падения или неудачи, не только потому, что она останется без средств существования, она боится репутационного фактора намного больше, потому что что скажут другие, что скажут семье, а что будет говорить о моих детях. А как я потом буду это все выплачивать, и как это скажется на моих детях. Женщина автоматически берет ответственность на себя больше. Она берет ответственность за свою семью, за своих родственников. Поэтому и проговаривать это, и подготавливать законодательную базу нужно непосредственно именно таким образом, чтобы она соответствовала женщине. Ну вот вы сейчас сказали, льготное финансирование, льготное кредитование необходимо, льготное налогоблажение. А еще? А еще что вот необходимо для того, чтобы женское предпринимательство в Азербайджане получило развитие? Там есть различные международные организации, которые просчитывают, что вот к 2030 году, да, там вот роль женщин в бизнесе просто в разы поднимется, и практически 75% выручки всего мира будут как бы, будут в руках женщин. То есть вот практически так. Ну, существуют очень известные факты о том, что если женщина принимает участие в экономике, экономика намного больше выигрывает от этого, нежели мы просто строим все на мужских бизнесах. Опять-таки мы говорим о женских бизнесах не для галочки, мы должны понимать, да, об этом. Мы говорим о женских бизнесах продуманных, то есть о женщинах, которые профессионально хотят развиваться, не просто зарегистрировать на кого-то. Окей, поэтому о том, что будет дальше, зависит от нас, потому что нам необходимы ресурсные центры. Нам необходима не только законодательная база, нам необходимы те самые вот эти вот бир пянчаря, куда можно обратиться именно женщина, куда ей будет не просто небоизна, комфортно обратиться. Потому что опыт показал комитет по женщинам, делал ресурсные центры в Сальянах. И они вместе с UNDP, насколько я помню, проводили эту программу. И потрясающие колоссальные результаты, когда одна из женщин открывает фитнес-центр и мультиплицирует его, другая открывает парник и мультиплицирует его и так далее. То есть они, то, что называется в мире скейлингом, то есть они масштабируют свой бизнес. Это самое сложное. На самом деле существует понимание того, что ошибочное понимание того, что самое сложное это взять изначальную сумму на кредитование. Самое сложное это достигнув определенной точки, начать это масштабировать. Потому что там, особенно женщина, она чувствует себя либо комфортно, либо она боится идти дальше. Потому что мы говорим уже о других суммах, потому что мы говорим уже о другой ответственности. Вы не боитесь этой ответственности на себя принимать? Я мало чего боюсь в жизни вообще. Так сложилось, что есть момент того, что если ты боишься ответственности, тебе не просто в бизнес не надо идти. На работе так не сильно напрягаться нужно. А вот что интересно, у вас есть компания, вы управляющий партнер, основатель. В вашей компании преимущественно работают женщины или мужчины? У нас нет понимания преимущественно женщины или мужчины. Мы берем вообще не по гендерному признаку. Просто профессионал или нет профессионал? Совершенно однозначно. Другое дело, что по роду своей социальной деятельности я пытаюсь всегда помочь женщинам, которые хотят как-то продвинуться дальше. Либо как-то начать, потому что есть другая проблема. Женщине начать очень сложно. То есть, как правило, когда она приходит наниматься на работу, ее спрашивают об опыте работы. И когда она говорит о том, что нет, не было ничего, либо она там не замужем, либо она уже замужем, но просидела с детьми в декрете и так далее. Или ей говорят, что, извините, а нам нужен опыт работы. Где ей этот опыт работы набрать? То есть, если она будет приходить к каждому работодателю, и каждый работодатель говорит о том, что, извините, нам нужен опыт работы. А вот как вы считаете, как можно этот вопрос решить? То есть, этот вопрос сейчас даже относится не к женщинам, а это вообще относится ко всем людям практически, потому что часто обращаются и студенты, да, которые хотят работать параллельно с учебой. Но при этом они приходят к работодателю, и он говорит, что у тебя есть опыт работы. Ну, смешно спрашивать у 18-летнего или 17-летнего мальчика, да, или девочки по поводу опыта работы. Я думаю, что законодательно нам необходимы какие-то схемы, когда дети, называя их детьми, когда молодые люди будут приходить на стажировки. Вот стажировки. Вот, например, вы сами бы взяли? Мы сами берем. Берете? Мы сами берем, с удовольствием берем на стажировки, причем на платные стажировки. Я считаю, что на стажировку нельзя брать человека для того, чтобы он просто бегал и делал копии. Хотя это непосредственная часть, конечно, работы, для того, чтобы просто научиться работать с офисным оборудованием каким-то и так далее. Стажировка – это то, когда молодые ребята, молодые девушки могут получить непосредственный опыт и экспертизу от их наставников. То есть, причем стажировка не прикрепленная только к одному месту, только к одному человеку. Потому что ребята, когда особенно заканчивают институт, они не всегда еще уверены, что они хотят заниматься именно этим. И это нормально. Мы сейчас говорим о миллениумах, мы все время жалуемся на то, что они такие непостоянные и так далее. Это нормально, что они себя пробуют. Более того, это нормально, что человек даже после 30 или 40 может кардинально сменить род своей деятельности. То есть, нам надо относиться к этому немножко по-другому. Перестать рассуждать эти серии отца и дети, о как было в наше время, и это все было по-другому, и люди были лояльнее и так далее. А просто понять, что мы находимся в другом временном измерении. Мы находимся в другой реальности, мы находимся частично в виртуальной реальности. То есть, как только мы осознаем, что жизнь другая, что мы окружены другой скоростью, мы реально окружены другой скоростью. Я когда начинала работу, я помню этот голубой монитор еще, я помню дайл-ап модемы, которые загружали со скоростью, боже мой. И когда сейчас сидишь, многие жалуются на то, что я работаю в мультиплексном режиме, когда я браузинг делаю интернет, у меня там открыто 20 плюс окон. Ну, по-другому не могу, для того, чтобы информацию брать, анализировать. Вот, и когда сейчас я сравниваю то, с какой скоростью мы работали тогда, а если вы сравните то, с какой скоростью работали ваши родители, когда они одно письмо за неделю или за две недели получали, и что сегодня происходит, за день я получаю больше ста имейлов. Это при такой, при не сильно сильной нагрузке. На все отвечать не нужно, потому что некоторые имейлы просто идут, некоторые письма для информации идут. Тут важный момент приоритизации, важный момент понять, что можно делегировать, где непосредственно нужно свое внимание. Но это вопрос уже, наверное, к опыту работы и к вопросу к образованию по части управления. Я хочу сразу перейти к ШИ-конгрессу, который у вас будет пройдется уже очень скоро, в марте. 6 марта. Основной посыл вашего вот этого ШИ-конгресса. И достигли ли вы того результата, который вы хотели достичь? Позади два ШИ-конгресса, впереди третий. Достигли ли мы того результата, которого мы хотели достичь? Нет, наверное, предела совершенства. То есть мы двигаемся дальше. То, что ШИ стал огромным успехом в Азербайджане, это однозначно совершенно. Этот конгресс начал вообще свою жизнь в Украине. И в Азербайджане он третий год, третий год он проходит успешно. У нас огромное количество заявлений на регистрацию. Географию мы расширяем, да, и это другие страны. Это не только Украина, это еще Россия, это может быть Успекистан подключится. Это Белоруссия. Основной посыл Конгресса, наверное, ШИ-кен. То есть она может. ШИ расшифровывается как Smart, Happy, Elegant. То есть это умная, это счастливая и это элегантная. Это все три компонента, которые в женщине присутствуют и могут присутствовать, и должны присутствовать. То есть это совместимо. Так же, как совместимы, например, семья и работа, так же все эти три компонента совместимы. Поэтому мы наши стараемся охватить все эти темы. Охватить и темы развития профессионального, образования профессионального, но так же и внутренней гармонии. Одна из тем, которую мы будем поднимать на этом Конгрессе, это happiness, это счастье. Насколько важно внутреннее счастье. Потому что если человек внутри себя в негативе, он дальше и не сможет развиваться и другим помогать как-то. А как не перегореть? Не знаю, потому что я проходила через перегорание. Наверное, да, я проходила через перегорание. Я не то чтобы не знаю, как не перегореть. Наверное, на этом этапе я уже понимаю, что надо просто вовремя отойти. Вовремя отойти, взять паузу, взять брейк, на который очень сложно решиться. Да, и вернуться потом после еще. Абсолютно. Когда ты в ритме, в сумасшедшем работаешь, надо понять, почувствовать. Вот эти звонки, их надо услышать. И просто не побояться остановить все, поставить вот это on hold, нажать вот эту кнопочку паузы и сказать, а теперь я. Потому что для меня важнее всего я. Потому что я все время говорю, что если женщине будет некомфортно, если она перегорит. В семье, кстати, та же самая история. Это вопрос не только карьерный. Если женщина перегорает в семье, выгорает от количества нагрузки на нее, от того, что она не смогла когда-то себя реализовать, ни дети, ни муж, никто не будут с этим счастливы. Рано или поздно это прозвенит, рано или поздно это взорвется. Поэтому момент вот того, что вот подождать. Сейчас я беру тайм-аут для себя. И я хочу подумать о себе. Я хочу остаться наедине с собой и понять, где мне комфортно, как дальше делать. Потому что потом, дальше она будет и эффективной матерью, и очень хорошей женой. И она сможет развиваться дальше профессионально. Потом перегорание. Тема выгорания вообще она очень серьезная, очень сложная. Мы забываем об этом всем, мы говорим, что да ладно, потом. Да подумай о себе потом. А потом не бывает. Потом, не дай бог, случаются болезни, потом еще что-то, случается что-то еще. Поэтому вытащить в приоритет себя и сказать о том, что важно то, что я. Я все время привожу в пример, в самолетах, если летаете, помните, да, то есть выпадают маски кислородные. И что просят сначала сделать? Надеть на себя, потом другому помочь. Потому что не будучи, если у вас не будет этого самого кислорода, вы не сможете физически никому помочь. Та же самая история абсолютно в жизни. Абсолютно один в один. Если вы не в ресурсе, этот ресурс вы не можете дать никому-то другому. А чтобы вы будете в ресурсе, надо постоянно обращаться к себе. Где мне хорошо, когда мне комфортно. Просто надо себя на определенных этапах останавливаться и себя спрашивать. Это мне так комфортно или всем остальным комфортно? Это мне так хорошо или мне нравится то, что другие обо мне говорят? И не бояться вдруг, если понимаешь, что это не твое, просто это поменять. Ничего страшного в этом нет. Я знаю огромное количество людей, которые меняли кардинально свою сферу. У нас... Практически вы то же самое сделали. Ну да, у меня инженер по первому образованию своему, коммуникатор по второму. Сейчас у меня еще есть социальный бизнес отдельно. Я соучредитель адъютеммента. Это образовательный бизнес. И я это делаю, потому что мне комфортно, потому что мне нравится в этом развиваться. У нас одна из членов нашего клуба, она работала в аэрокосмической индустрии. Сейчас у нее компания по кейтерингу. Они обеспечивают едой, напитками и так далее различные мероприятия. Совершенно две разные противоположные индустрии. Да, но она нашла себя. И ей комфортно. Разговариваешь с ней, ты понимаешь, что комфортно. Да, и еще один такой вопрос, очень короткий и маленький. Правда, вопросов осталось очень много. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся и поговорим. Этот вопрос мне задала одна из женщин, которая знала, что я встречусь с вами. Когда я ей сказала, что вы также председатель клуба «100 деловых женщин Азербайджана», она сказала «100 деловых женщин Азербайджана», то есть там «100 деловых женщин» и больше как бы ни на одно, ни больше. То есть вот этот момент, у вас действительно там «100 деловых женщин», как-то она меня в ступор в этом вопросе. Ну, наоборот, она вас в ступор вела. Это та история, с которой я начинаю обычно свое выступление на международных конференциях. Мне задают два вопроса. Либо у вас что, всего лишь 100? 100, вот, она мне тоже, как бы это у нее 100 там. Да, либо они говорят, что «а что, не больше?» и так далее. «100 бизнес-женщин» название условное. Мы сейчас уходим в ребрендинг и будем просто «бизнес-женщина Азербайджана» однозначно, потому что очень много вопросов на эту тему. Это было очень условное название. Это тогда та цифра, которая просто нарисовалась. Мы где-то порядка 9 лет назад объединились с женщинами другими, которые являются ролевыми моделями. Основная задача нашей организации, наверное, вдохновлять, менторить, помогать тем, кому это нужно дальше. То есть на своем личном примере. Но есть опыт, есть специалисты, есть великолепная экспертиза, и мы можем ее применять. Потому что Азербайджан, он лидирует. То есть Азербайджан – это страна, которая может похвастаться огромным количеством международных мероприятий. Мы говорим об экономике, мы перестраиваем экономику. Этот конгресс ШИ, например, он идет под темой «embrace the change». То есть, если переводить ее правильно на русский, это, наверное, насладись переменами. Да, и одна из тем, которые, под тем, которые там есть – не жди перемен, будь сам переменой. То есть мы живем в эпоху перемен. Это то, за что можно быть благодарным. Это потрясающе, это не стагнация, это динамика какая-то. Это то, что позволяет крутиться, это позволяет постоянно какие-то… Новый кислород получается. А новый кислород – это всегда новые знания, это всегда развитие, прежде всего. Насладимся переменами? Обязательно. 6 марта. Приходите. Спасибо вам большое, Татьяна Ханам, за то, что пришли, выделили нам время. И я очень надеюсь, что вы еще придете к нам. И придете уже не одна, а как раз в компании тех успешных женщин, которые входят в ваш клуб. С удовольствием, мы ждем продолжения. Все, отлично, договорились. Я напомню, в эфире телеканала CBC было время программы «Экономика дня», вела ее я Хайла Мамедова, говорили мы сегодня о женском предпринимательстве. И компетентным гостем по теме дня выступила Татьяна Микаилова, основатель и управляющий партнер компании «Ред Коммуникашн» и председатель клуба «Стая деловых женщин Азербайджана». Вам удачи и успехов еще раз. Прощаюсь с вами и с нашими телезрителями. Всего вам доброго и до скорой встречи. Спасибо, Хайла. Субтитры создавал DimaTorzok